Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, кассы пока нету. Касс там играет. Ну, ждём кассы на канал. Чё-то он пока не идёт нифига на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ну всё, начинает касс воротком черкать. Отлично, ждём, пока подчеркают. Продолжение следует... Всё, пришёл касс. Продолжение следует... Так, Magic хостанёт, я думаю. Продолжение следует... Так, ты успел техно-рокер? Все успели, ребят? Немножечко задержка небольшая. Ждём Starline группа B у нас сегодня. Будем смотреть. Всё, пошёл инвайт, погнали, ребят, в игру. Приболел я вчера немножечко. Горло вообще жёстко заболело, поэтому тяжеловато комментировать будет, естественно. Ждём начало. Ну, в любом случае, стримить буду. Всё будет нормально. Изи-браток. Ну, не думаю, что прям изи-браток, но... Последний рассказ братка, конечно, одолел. Что будет в этот раз? Посмотрим. Браток касс. Погнали. Так, гляну, переименовал ли я твич, должен был переименовать его. Да, переименована, всё, отлично. Так, а чё, в чём-то у меня там чатик что-то побелел весь. Да, по р motivo. По-моему, её визитом логаска, он любит. Может быть, всё. Поехали. Поехали. Я лагусь. Поехали. Так, как и всём, как и всём, как и всём. Ты же запускай всём, как и всём. Я лагусь. Как идёт… Ты же так, как и всём, как и всём. Ты смеёшься, я лагусь. Я не знаю, кто здесь фаворит По коэффициентам на кибетике Абсолютный фаворит Кас и Вердос Ну, как мне кажется, штуку может катнуть Вердос Теоретически, что браток Каса, ХЗ Но, я думаю, что все-таки, да, они фавориты Как ни крути Вердоса бывает с зергами Сюрприз, но ПВП-то он всегда умел Так, с горлом я разберусь, не волнуйся Главное мне, ну, напряга дикого не давать на горло сейчас Нул активировал премиум на ваш канал Спасибо, Нул Сегодня Стеновой должен был премиум разыгрывать Не знаю, будет ли он разыгрывать что-нибудь там или нет Я ему скинул Я себе еще пока даже не покупал ничего Завтра планирую там какой-нибудь розыгрыш устроить А может, еще Юри дам Пусть он устраивает Так, забыл проставить, вот и, конечно, у нас группа Можно чалика выдрессировать, чтобы он на монитор смотрел и лает Когда замесы Ну, когда будет у тебя собака, вот и выдрессируешь тогда Хоть лаял, чтобы хоть рычал Хоть тебя кусал Так, приехал врату В наглую КСМ-ку Касу запилил здесь Еще мог уехать при этом всем И рипером еще на мени подали Но браток не сконтролил, смотрите Ну, на халяву просто забрал Одну и вторую КСМ-ку Кас пытается рипера братка сейчас поймать Браток контроль Ой, что же ты творишь-то, брателло Брателло законтролил Рипер выжил Это очень хорошо Еще сейчас два гелика Ой, четыре гелика Заказано бандшаться Цеху уже добывается У братка как-то получше Ситуация и лимита побольше Даже, что самое интересное Так, на Тейлстрим Да, к турниру не добавлен Почему-то он Я не знаю, почему Добавляю Все, добавил на Тейлстрим Так, приехал опять гелика Провально просто Просто провально сейчас Браток сюда приехал То есть, вместо того Чтобы развалить В итоге получается Полный провал А еще Кас на мэни рипером У братка Умудряется убить Аж целых шесть рабочих Но у братка на восемь Больше все равно И бандша летает Харасится Че он боится Я не понимаю Вот инвиз через секунду будет Минеральную линию залетай Браток, че ты делаешь Браток инвиз не врубает Вот только рубил Пошел скан Контроль бандши отсутствует Здесь тоже Залетела Ванша со стороны Каса Но Каса умудрился До инвиза отдать Вообще Это был фейл Здесь био выход ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. Так, полетели мулы. Так, братка новенькие. Кас пролетает опять Баншой, но тут её не захватить захватил, но нужен скан. Вот и с двумя циклонами захватёт Банша. Тут летит Каса сзади. Браток не видит, походу, ничего. Ну, даже одного циклона хватило, чтобы Баншу сбить. Сбивает Браток. Парабам всё ещё в плюсе. Стим чуть раньше. Плюс один тоже раньше. Реактор на Старпорте доделывается. И у Братка, между прочим, три барака уже работает. То есть по пять мариков строится. А у Каса барак всего один. Вот второй на реакторе строится, а третьего-то вообще я не наблюдаю в данный момент. В общем, каст там три циклона настроил, ещё-то много реально. .. ВООРУЖЕН И ОПАКСЫН! Давай! Удиви меня! Да. Такой соплай с антенны Это за сколько-то побед За тиранов, по-моему, дают такой соплай Не буду врать, за сколько Браток принимает бой На стиме залез в неудобную Для себя позицию, но браток В плюсе по лимиту, обратите внимание У него еще плюс один было уже готово В отличие от касса Здесь танки нужно забирать Две штучки эти, лететь Менять направление сейчас движения Либо заходить через центр Сюда, ой, не через центр А вот через это направление Видит же, что на ксилнаге касса идет Что мешало сейчас сюда зайти, ломануться просто Браток решил, что будет В лоб драться, разваливать касса Ну а касса Отступает, и получается Что? У касса 3-я тс-шка Есть, а от братка это Двухбазовый прессинг жесткий Хватит ли ему юнитов? Вопрос хороший Нужно быстрее размениваться нормально Чем дольше браток тянет Чем шансов нормально Ну, нормально разменяться Убить касса меньше Заходит здесь, халява проходит Нормально все Щиты готовы У кассы еще не готовы 10 секунд у кассы до щитов Если можно успелось было бы Его подловить со щитами Так, видит браток Танки дрохают Тем пачество пошел замес Плейт пошел Щиты у братка не доделываются Вот единственный вариант Как можно было развалиться Браток умудряется взять и развалиться Ну как так-то, е-мое Улетает браток сейчас Как демеджный Медиваг подрезается Одним танком В итоге браток забуксовал Но его лимита все равно больше Ну как можно было вот сейчас так идти И выход этот не законтролить Прям меня поражает Как Паша умудряется так делать Опять по этому направлению Выход идет Через 12 часов страны братка Здесь видит браток Куда касс там полетел вбок Сканит, забегает ко второй базе На халявку пытается навалить В это время приходит на третью Танки си-джины Сюда падают Сцеху можно и нужно забирать Братку сейчас Касс идет в бой Наламывается Браток, танки криво законтроливают Один отвел Второй Второй тоже вроде отвел У касса танки вообще не в позиции Где-то сзади находятся Здесь надо цеху сбивать Смотрите, цеха полудохлая Можно забирать ее Браток забирает цеху Ломанулся вперед Танчик поближе подвел К танки касса сминают Вот вам и фавориты Я говорю, ребята Вот вам и фавориты Здесь неоднозначные Очень фавориты В этом матче Я вам уже сказал об этом Ждем вторую игру Братишка-то, смотрю Браток-то четко играет Сейчас вообще Новое авто Оп, захожу в игру Ну, это только первая игра Впереди вторая нас еще ждет Чалик не сам В другой комнате Отдыхает сейчас Ну что, у касса газ первый У братка То же самое Газ первый Голосовалки забыл В чате три Сидят желтых Пацана Можно их просить Как бы Хотя не факт Что они все здесь Готовы 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 Так, голосуем, кто победит, ребята. Печальный зазор, что пропустил бой. Ну, если что, нужно будет пересмотреть, запись будет еще на каком-то браузере ггплеер перематывать. Может чарлика вызывать, да, он отдыхает, сейчас сам придет попуже, наверное. Может с мамой гулять, он пошел, кстати, время по восьмой час как раз. Ну что, вторая игра, здесь Ка с рипером прилетает, подрались с братком, погодите, по КСМ-ке потеряли, браток, что-то нахрен он столько КСМ вообще выводил, я чуть не понимаю. Гелики с реактором у КСМ, Старпорт, видимо, на лаву полетит. Сейчас здесь то же самое абсолютно происходит, да, меняется местами у КСМ, уже Старпорт летит, но у братка даже раньше он прилетит, потому что у него ближе он. Хотя, фактически, одновременно вот сели. И инвиз КА с Банша не заказано, браток вообще первого викинга делает, а инвиз будет заказано. Нет, пока инвиза тоже нету. Ну, соответственно, другая пара, точнее, это Авердос против Коу, победитель с победителем, проигравшись с проигравшим, но у нас сделано так, что лузера первые будут играть в правилах. Вот это я Юрия предложил, в принципе, он согласился с Изардом для интересности, как бы полезно, ребят. Вам же, что скажу, поддерживайте меня и мой канал, естественно, это очень необходимо, особенно в этом месяце, конкурс стримеров, все дела там. Вот. А также турнир поддерживайте, естественно, потому что призовой из ваших, из вашей поддержки в хроме. У меня нельзя в хроме ничего перемотать, не знаю, почему. У меня нету, как бы, ну, я не знаю, как это делается, груз, хотя у меня хром. Странно. Может, что-то у меня нету? Или я что-то не понимаю. Банша от кассы залетает сейчас. На мейне у воротка ничего нету вообще. Вот Викинг Рэйвен, вот я не фак, вот тираны строят Викинга там и Рэйвена и стоят в одном направлении. Вазы-то две. Как вот так нам можно надеяться, что прилетит оппонент и просто он что, тупой такой, что ли, что... Ну, браток Ваншок все-таки нагнал. Ну, касс уже на вторую летит, то есть в итоге, посмотрите, на халяву касс нашатал. У воротка выход мех идет, насколько я вижу сейчас. Да, да. Браток, контроль же ты этого Викинга, черт бля, можно не отпустить. Контроль у воротка оказался не... Хотя, смотрите, все-таки... Не, можно было и лучше Каши быстрее расконтролить. Ну, вороток в самом главном Ваншу поймал, ребят. Я не знаю, как там стеновой сегодня он собирался премиум разыгрывать, как бы, но что-то пока его не видно. Вот, я ему на мыло там скидывал. Надеюсь, что придет. А может, он занят сегодня, я даже не знаю, у кого. Третья уже Ванша отказывается. Браток не верит, что здесь третья будет, что ли? Как я не люблю, когда инженерку не строят. Ну, прилетела Ванша одна. Ну, нанесла дэмэдж. Ну, запилить эту уретку невозможно же идеально видеть все и где. Это случайность, чисто можно Ваншу на халяву ловить. А в таких играх, ну, случайно, не понимаете. Рипер на третий стоит у Каса. Каса выдвигается вперед. У братка там Либератор. Синее пламя. Какой-то КСМ-ка поехала краснющей. Главное, поехала, вообще непонятно. Синего пламени еще нету. Браток на центр выдвигается, смотрите. Видит Каса на халяву. Тут пару залпов у Каса именно пошло, принимает. Кас пытается зайти, минус танк. Вообще в щепу, короче, браток этот танк расковырял. Вот. До двух минут можно перематывать. Где эта функция вообще? Скинь мне, скиньте скринь, пожалуйста, если... Ну, где можно перемотать? У меня просто ни ползунков, никаких нету. Я вообще не вкуриваю, где там это можно сделать. Так, здесь гелики-танки. Братка идут вперед. Они уже с синим пламенем. Почему-то не просто гелики-танки. А они хилбатами уже готовы стать. Так, бракок заходит. Попадает в окружение. Это катастрофа, ребята. Хотя здесь дефенс-дрон очень неслабо подрешал. Гелики жгут викингами. Браток садится сейчас. Но тут кассов срок больше. 84-76. Что-то не получился у братка. Хотя, смотрите, викинги-то расковыряли. И либератор позицию здесь отжал неслабую, на самом деле, такую. Хм. Прям очень интересно. Получается-то. Браток собирается продолжать давить здесь. И цеха третья делается. Единственное, что у братка армора ни одного нет. Но он и без армора пока неплохо справляется, как я посмотрю. Кассу бы передропнулся сюда, в тыл бы. За этот танк, я так думаю. Потому что на муве врываться под либератора какой-то не самый лучший вариант, как мне кажется. Тем более, есть два их уже этих либераторов. Все, один танчик залетает. Рипер на F2, что ли, назад. Да, похоже на F2. Нажал кассы. Рипер вернулся просто назад. Пошел замес. Автотурели выставляется под либератора. В палец касса сейчас. Ой, как либераторы мариков шар-бар-бар. Шарабанят просто. Жестко. Но все равно, смотрите, касс отбивается. Пять ксм-ок, правда, отдал. Можно сейчас подвлочить вторую. Смотрите, здесь либератор есть. Влочит вороток вторую. Касс видит, касс видит. Прекрасно. Фига, как он успел-то, она уже уехала. И все равно стрельнуть успел. В спину в пятку попал там либератор. Ой, ксм-то. Меткие либераторы. Нахрена складывать либератора всегда поражаю стираном. Так это автоматизм. Нахрена его складывать, если он точно погибнет. Пусть он до конца площади. Сейчас бы касс раньше времени рабочих повел. Мог бы вороток одного подрезать. Но 4.90 по лимиту. Так, здесь факта строилась. Видимо, отменил вороток. Но две еще готовы. А, вот она, третья факта. Пять факторей, два реактора, три лаба. Ну, стандартный расклад, я бы сказал. Это сенсор-тауэр. Нет, это туретка. С туретками вороток обносит. Здесь сенсор-тауэр попер. Туреток побольше, на самом деле, надо. Как на ютубе. Чтобы перематывать. Здесь у меня нету в ГГП, никаких ползуночков таких. Вот этой хреновины, чтобы перематывать что-либо. Так, касс пытается камень пробить, вороток отгоняет. Кстати, фактори криво стоят. Вообще, очень неудобно здесь обороняться, ездить. Ну, хотя здесь есть проход для танков более-менее такой. Вроде как, вороток все направления отдефил. Вычиниваю это ЦСФ. Ее надо до полного восстановления чинить обязательно. Здесь вот нахрен ехать геликами. Два медивака есть. Сделай хелбатов просто. Вылечи, во-первых. Во-вторых, загрузить их можно всех. И лететь спокойно. Вороток как-то скрытно выдвигается. Касса этого просто не видит. По лимиту воротка меньше, чем касса. Вороток маска накидает сейчас. И заходит на халяву просто кассу во второй базе. Сбивает при этом все медивак. Сиджит, танки надо! Сиджится, браток, всеми. В раз сиджится. Дефенс дрон. Касс наламывает. Ну, очень много чего у братка танков здесь нет. Ну, 1-1 у касса грейды. У братка по нулям. И что, касс отбивается? Да, касс отбивается. Смотрите. Всегда не понимал такую шляпу. Это ж не первый старкрафт. Ну, вот ты сюда подъехал. Вот нахер ты едешь сюда вниз. Если ты можешь сиджиться отсюда начать. Тебя уже пустили. Нет, браток едет и по колхогану. О, всем жмет. Просто сидж в последний момент. Если бы уже пару с хг сиджиных было, там бы совершенно другой эффект был. В итоге браток умудряется развалиться. Касс просто тупит. Допустил его прямо ко второй базе своей братка. И, ну, все равно браток умудрился слиться. Но это ошибка, считаю, была серьезная очень со стороны Паша. Но... Немножечко не хватило контроля, что ли. Плюс гелики здесь. Все есть два медивака. Загрузи хелбатов. Они жирнее. Их прямо в био можно дропать. Паша что-то не пользуется этой темой вообще. Хотя это ключевая тема сейчас при игре в мех. Стрелочками на клаве. Ну-ка попробую. Сейчас все обосрется. Оборвется правда. У меня что-то секунд тридцать только перематывается. Не знаю. Ну да. Есть такое дело. Можно перемотать немножечко. Так. Братка все засиджено. Касс тут рядом. Пусть пытается задрогать танки бомбами. И на тут такие мародеры. Бомбовозы просто. Бах. Бах. Два танка подрезали сплэшем друг друга. Ну, 130-149. В принципе, у братка есть лимит. Здесь два танка засиджено. Касс пробивает. Два танка явно мало для обороны здесь. Браток отводит. Танк назад. Один с КГ там дает, дает угля. Здесь танк весь сидже почему-то. Курец тоже у братка нет. Касс наламывается в лоб сейчас. Так, нужно уйти со цехой. 20. Здесь, да, здесь планетарку браток пытается убить. 79-132, но боюсь, что здесь уже братку не вытащить. Как-то он на ровном месте эту игру отдал. ТАФИЛЬФОН 2 Так, 140-70 по лимиту, это очень серьезный такой разрыв, даже 150 на 74, короче, двукратное преимущество, по боевому, по рабам, там вообще катастрофа. Уже даже более чем двукратное, хотя они еще пока нет, ну, стабильно тут держатся, разрыв гигантский, вот и все. Заходит каст, 2-2 сейчас будет, сижится браток, ну, сюда не надо ломиться, здесь узко очень, конечно, каст сюда не поломится. Четверт, цеха есть, все, ей здесь стенка интересная такая, антигиллион стенка была. Но, если братку дать, вот здесь отстроить хотя бы лимит, там, не знаю, 130-140, уже тяжелее будет. Две атаки появилось на технику, но туреток вообще нету, блядь. ГГ-50, браток, понимая, что уже не втащить экономика жесткая никак. Так. 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 Продолжение следует... Так, сейчас я позвоню, погодите домой, ребят, быстренько и продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, всё, ребят, я здесь. Прошу прощения, что отвлёкся. 1-1. Станция Досан. Карта-то у нас, смотрите, какая интересная, решающая. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Так, ребят, прошу прощения. Я просто на секунду отвлёкся там. Даша мне жена что-то скидывает. Кое-что надо посмотреть было быстренько. Так, там риперы-гелики у кассы, у братка-стеночка тоже самое, риперы-гелики-старпорт, а у кассы-социальщика. Смотрите, касса со старпортом-то не спешит, касс хочет экономику. Ещё б касс не хотел экономику. Это тот самый касс, который просто масился, как дьявол, в ещё более, имел там больше, чем у ЗРГБАС, там и т.д. И продакшн у него такого не было, как у касса ни у кого. Практически так, что касс и масица это синонимы, конечно. Так, идёт боротов вниз. Касса принимает, риперы... Ой, геликов больше, смотрите. Ну, ещё бы гелик не потерял бы, браток, так вообще бы царём бы был. Вот этот гелик починить 20 хп, риперов отрегенить и идти впервые... А, здесь циклон. Но браток вперёд не идёт, не хочет он вперёд идти. А что, если просто сюда поставить гелик, а подниму гранату, его перекинуть, потом риперами сюда перекинуться и заехать, например, сюда? Ну, это то, что было бы, наверное, игра ещё при данных условиях года 3, как бы, в Старкрафт. Может, ну, такое бы, наверное, делали уже. Хотя граната она рандомно как-то кидает, то есть уверенность есть, что она именно туда перекинет, поэтому тоже не факт. Так, заезжает враток. Получает от циклона дамага. Так, прям музыка заиграла такая эпическая битва идёт. Не жёстко ли громко музыка идёт? И враток начинает камни шатать. Ё-моё, надо ли ему камни вот так вот шатать сейчас? Здесь викинг чуть контролит, летает. У кассы вообще нету никаких баншей, ничего нету. У братка будет сейчас инвиз. Кстати, есть инвиз? Банша без инвиза? Да это прохлада, ё-моё, какая банша без инвиза? Лети, браток, тогда помогай. Так, третья цс-шка уже пошла. Значит, баншой надо помочь камни шатать, и викинга посадить тоже камни помочь шатать. Надо викинга садить. Надо циклоном захватывать. Викинга не сажает циклоном. На клики надо захватом бить, он дамага больше наносит. Кас-масица звучит как болезнь. Ну, касс аж называют кассматом. Фига, ты кассмасишься просто, да. То есть это не просто масишься, а масишься как касс, короче. Это не болезнь, это наоборот комплимент для тирана. Главное ещё контролить. Почему не принимает сильнейший игрок по версии ВЦС? По версии ВЦС нет сильнейшего игрока России. Не, ну хотя там сетка была, кто-то дальше по сетке там всех прошёл, но не думаю, что как бы... Можно утверждать, что кто-то сильнейший. Так что твоя шутка не прошла. Если ты провеск, где револьверчик победил, то револьвер был забанен за то, что маленько сгорел там на какой-то стадии и начал крыть матом, обзываться. С кем-то молодым он там играл, не помню. Короче, касс! Погодите, стим у касса есть? Да, есть стим у касса. Щиты не заказаны. Инженерка одна, а не, две инженерки у братка пораньше. У братка тоже есть стим. У братка всё, что нужно, есть для обороны здесь. И бараков у него уже пять штук. Браток, где заказ-то только? У братка что-то заказа пока не видно. Вот, пошли марики. Ещё танки почему-то не делает. Один всего братка. Куда касс пойдёт? И пойдёт ли касс туда, то вообще... Касс что-то прям викингов масит жёстко. А у касса есть хоть один медивак? Зеро медивак! Зеро медивак! Захват не действует на камне. Да ну как захват не действует на камне? Тысячу раз мы видели, как захват действует на камне. Может убрали это? Или я гоню? Не знаю. По-моему, я много раз видел, как захватом камни пробивать. Так, соплай блок у братка. Нужно депошек строить много. А браток строит по одной, ё-моё. Щиты делаются. Один-один доделывается. Арморе пошло. Браток. По одной депошек. Блин, три базы с золотом и строятся по одной депошечке. Ну что это такое-то, ё-моё. Кто запретил экспансию братку? Я не понимаю. Неправильная социальная политика. Население больше надо. А у братка депохи не строится. У кассы даже нет третьей... А вот ток-ток пошла. Микрить, как хэппи-матрица, как касс, бэмить, как револьверы. Был бы у нас СНГ на Нива. Ну, хз, короче, хз. Нужен ли он нам? Надо ещё, чтобы быть на Нива, надо ещё быть полусидором, как бы таким. Кремом вылезан, вымазан, гелем вылезан там. Но я не знаю, кто у нас. Можно пример поставить, да и не будем об этом. Залетает, короче, браток. Сейчас кассу под вторую базу, под дальнюю. Касс будет про смены эти. Или что, касс танки назад ведёт? Ну, нет бы про стимпатча садепошки вынести. Сразу бы соплай-блок у касса был. А брателлы что-то медлят. Так, дефенс-дрон пошёл. Нахер он здесь нужен, этот дефенс-дрон? Я вообще не знаю, блин. Прилетает викингов тысяча тысяч просто. Касс отбиваться начинает. Маленьких что-то не прикрывают. Захват действует ногами. Вот человек утверждает, что не действует. А я видел, что сто раз камни пробивались. Как здание получается уже. 150 братка, 128 касса, ребята, по лимиту. Браток собер... Оп, в лоб. Сможет ли браток лоб продавить? Куда-то полетит. Там мариков миллиард вообще. Браток шатает. Шатает как бы... Не знаю, можно ли назвать это эффективным шатанием. Вот это нельзя назвать эффективным шатанием. Камарики на мой виду поддаваться. Касса, кстати, лимита больше. До сих пор браток пытается разводить. Кстати, тут хорошая позиция, что до зданий кассы браток достает. У братка уже четвёртый цех пошёл. У братка 2-2 и плюс 1 на технику. Браток в хлам перемакрил касса. Что сегодня творительство такое? Кажется, Паша готовился. А что я могу сказать о Павле Кузнецове братке? Я с ним немерено времени был в одной команде. Это то, что он умеет готовиться под оппонента. Наверное, по этому параметру он один из лучших, наверное, в СНГ. То есть, если он хочет, он готовится. Он морально готов очень хорошо всегда. И билды он умеет тоже готовить. Я начал это вчесывать, и медиваки полетели на викинги. Я думаю, что это Паша не готовил, скорее всего, но... Ну что происходит, Паша? Что ты творишь? Везде всё сливается на муе. Здесь циклона викинги залетели. Хоть одного циклона, да? Хоть одного наказал. Здесь танки сразу полетели вниз. Реперация. Клончик происходит. Здесь всего два танка можно было пломануться. Доброток не готов. На Нива норм чел. Ну, как в той этой детской-то присказке, типа. Про любого кого-либо. В общем-то. Лёша парень неплохой, только сысый и глухой, как бы. Ну, можно про любого было сказать, в общем-то. Так, GoodG, ты не активировал премиум, чтобы его активировать. Ты должен с мыла взять код, нажать, где премиум, как бы. Ты покупал на эту кнопочку, и там слева в всплывшем окне будет по левой стороне активировать ключ. Почему? Потому что у тебя, видимо, не проставлена галочка была об автоматической активации. Кто-нибудь из чатика там что поможет? Браток дропается на мыс. 180-160. Браток заходит под танки. Танки касса получают удары жесткие. Бадает факта продакшена танков. Больше кассу не видать. Так, и браток куда-то улетает. Куда он улетал? Домой полетел. Касса идет вперед, наломывается. Ну, кстати, хорошо, как танки жахнули пару раз. Но касса отбивается. Но у братка-то 3-3. Правда, второй на технику чуть не делается. У братка четвертый СЦ хуже. Браток депошками касса обложил. Ё-моё, что браток делает вообще? Так, здесь братку надо подготовиться. На мейн дроп сейчас пройдет. Только не на золото, Паша. Я тебе умоляю. Надо вот сюда на мейн именно лететь в дроп. Что Паша, собственно говоря, и делает. Здесь Месилова идет на золоте, братка. Лимиты сравнялись. Касса меньше рабочих. Браток уже на мейне. Братку надо дома единственное отбиться как-то. Здесь касс сиджет танк. Браток его сфокусил. Молодец. 3-3. Главное за 20 секунд. Братку еще не просрать бы. Полез под танки мариками. Танки касса разваливают. Братка мариков как-то нелепо. И касса что-то больше по лимиту остается. Но браток все еще живой. 3-3 делается. Здесь на мейн касс пытался зайти. Не так просто к братку не зайдешь. Браток это вам не... Не, я не знаю, никто. Это вам не ваучер какой-то, надо так, наверное, сказать. Эдж браток. У него есть дома... Малиновый пиджак. И автомат Калашникова. Короче. Маляки идут вперед, братка. Надо на 3-3 отбивать на грейдах. Все это дело. Заходит браток танки. Фокусит кассу моментально. Маляки 3-3 просто разваливают хлам. Викингов сливает всех кассу. Медиваки надо ловить. Ловит несколько медивак. 98-80 по лимиту. КСМки возвращаются. ССХ полетела здесь на дальнюю, на четвертую. Сейчас дистанцмайнинг будет просто вот отсюда туда. У кассы-то зуба-то добивается стабильно, блин. Братку надо вылечиться и идти вперед. Ё-моё, как же далеко они сейчас будут. У них браток с контроль рабочих. Это такой провал. Они пока отсюда-сюда вернутся. Это я не знаю, сколько времени пройдет. 70 касса боевого. Братка 45. У братка, правда, грейды лучше сейчас. Браток дропается на мейн танком и мариками. Марики на 3-3 наваливают. Будь здоров. Мариком на 2-2. Здесь браток на муе заходит, отдает все в хлам. Просто юнитет своих. ССХ надо кассу пробевать. Браток, аккуратнее. Нужно драться тебе. Кассу уже меньше по лимиту. ССХ 3-3 марик. Говоришь, ССХ. Они просто стирают эту ССХ. Вот, наконец-то, КСН-ки приехали назад. У братка начнется какая-никакая добыча. Касс летит танками вперед. Браток, заходят. Марики на 3-3, как я уже и говорил, наваливают нормально. Но браток в кривой позиции сейчас дерется. Умудряется слить. Все, нахрен вообще. Как так, браток, делаешь-то медиваки-то уводи хоть. Медиваки не отводятся. Ну что у кассы из продакшена? А, нет, здесь порядочно. Продакшена у кассы осталась. Давайте посмотрим. Шесть бараков. Факта. У братка семь бараков. Факта. Старпорты есть. Ну, не знаю. Братку нужно держаться как можно дольше. И у него будет шанс. Семьдесят один, тридцать, там, что-то три. Здесь дальница их сюда полетел. Браток. Касс загружается. На мейн дробчик попер. Да, попер дробчик от касс на мейн. Братку еле-еле. Блин, кажется, касс все-таки перевернет. Да, касс вытащил. Как касс вообще вытащил эту игру? Я смотрю и просто, я не знаю. Паша, как ты умудрился здесь отдаться? ГГ пишет. Браток, это же просто дичь. Игра абсолютно равная. Но касс победил. Коу против вердоса у нас вторая пара. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, захожу в игру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не понял, в смысле... Паша, это ты тут что ли? Армии больше на полтора чего всегда? Я чуть не понял вообще, про что речь. У тебя грейды были всегда в плюсе. Как бы у тебя все было в плюсе. Просто нужно было под какой-то момент подраться нормально. Были иногда кривые размены абсолютно. Но тяжеловато было. То есть тут... Тут... Тут, конечно, еще стационарная оборона, может быть, построить бы не мешало бы побольше. Туреточек, сенсор-таверок там... Чтобы касса дропа на халяву не заходили. Как-то надо было в лоб пробивать, скорее всего. Ну да ладно, в общем, игру не будем обсуждать сейчас эту. Лучше посмотреть реплей. Ну, а преимущество там просто гигантское было, на самом деле. Просто гигантское. Именно там экономикой надо было реализовать. Задавить нахрен. Кризис 91. На турниры я больше не езжу уже. Вот пацаны, которые сейчас играют, будем надеяться, что мы увидим их еще где-то на турнирах. Тем временем Вердос против Ку играет. Это ПВП у нас. Я же вас рад приветствовать всех. Играют КАЗ, браток Вердос Ку. Кто-то из них наверняка стримит. Можете заходить к ним на канал и смотреть ФП. Паша, наверное, точно стримит. Хотя я не уверен. Вот. И можете поддерживать старлайновый турнир данный. Он из вашей поддержки у призовой формируется. Ну и поддерживайте меня и мой канал, естественно. Это очень важный момент. И необходимый. В следующие пары будут лузера играть. Помните, у нас система такова. Я здесь, среди теней. ... ... Ну, танков, да, у Каса было как-то больше все время согласен, но мне, я вот уже сейчас подзабыл ход игры, но в какой-то момент, мне кажется, тебе отдалось их просто, у тебя же три факты в какой-то момент было, одна на мэйне и две на третьей базе, в плане танков, да, там у Каса как-то он просто стоял, ты его пушил, пушил, он стоял на месте, у него степ копился, как бы, почутились, там, моряки все это дело разменивались, а танки-то жили, хотя продакшн как бы зашатал в какой-то момент, мне показалось, все, там уже продакшн не осталось, нет, там было на второй, сзади. Так, ну что, у Коублинка нет, у Увердоса тоже, Увердос тут какой-то, а, у Увердоса однобазовый пуш с Иммортлым идет, но потестил, нельзя перебросить на Досане, не так давно был турнир, там Рипером под себя гранатку кидал, вставая вот так вот к минералам, ему кидал сюда и перепрыгивал кто-то, я не буду врать кто, но такое было, это факт, вот, ну это сам себя Рипер перекидывал в другие юниты, не факт, что можно перекинуть. Так, залетает Оракул, начинает шатать Увердос, проблемы серьезнейшие, здесь пришел, отдался, так, правда, Коуб здесь пришел, отдался по земле, идет призма Иммортл, и вперед, Коуб, сталкеры в контроль, что же ты встал-то, ё-моё, минус все сталкеры вообще, вот это дикая ошибка со стороны Коуба была, он не убил критического какого-то количества пробок, но отдал всех сталкеров просто успешно вполне, а здесь с призмой пуш идет, я думаю Вердос здесь в лоб пробьет, Коуб скорее всего, у меня такое ощущение складывается. Понял тебя, Паш, торопиться, да, там было, конечно, ну понятно, что нервы немножко присутствуют всегда, ну вот, как раз-таки торопиться там было-то вообще не в тему, там все очень прекрасно было. Тайм Варп Коуб ставит, это 1-0 Вердос, здесь на мэн не отбиться, ни одного пилона, посмотрите, здесь нет, был бы один пилон хотя бы, призму можно было бы сбить, попытаться что-то сделать, здесь Оракулы, конечно, налетели, на овертаж и в лоб-то не отбиться никак, 29-65 ГГ, Коуб пишет, вторую нужно. Так что, Паш, готовься, как бы следующая пара, ты с кем-то будешь играть, соответственно. У нас по правилам так, решили мы впилить, в первой группе Блаю навстречу пошли, крем у нас было из Киева, там Житомир домой ехать. Привет, MC Крич, все в порядке, пошла движуха. О' овертаж. Продолжение следует... 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 Ну что, с адептами вперёд полетел, здесь сам камни пробил. Так, тут вердос на адептов заходит на мейнхоунг. Одного у вертяжа мало, что-то, блин, что-то Коу делает непонятные вещи. Сейчас смотрю и удивляюсь. Парабам, 46-35, уже просто катастрофа. Пытается призму поймать сейчас Коу. Найдёт её, вот она же висит. Нашёл призму, молодец, забрал. У самого призма есть, ответ отрицательный, призма у Коу нету. Мердос уже дестабилизатор. У этих дестабилизаторов очень тяжело безответных дестабилизаторов играть. И семь гейтов, то есть вердос кушать будет, что ли? Похоже на то. Ну, призма нету в итоге. Так, вердоса всё, блин, Кес очень скоро будет. Коу сам пришёл к вердосу, самое удивительное. Так, иллюзия полетела куда-то. Сейчас Коу спалит, как вердос выдвигается. Вот он, палит. Коу тоже есть блинк. Нужно в размен идти как можно быстрее сейчас. Коу. Это для него шанс, наверное, единственный. Нужно рабов отвезти только. Прилетает Эморкл. Призма полетела, сбей Коу её. Бей же ты, призму, ё-моё, тормозмен, тормозел. Призму сбивает, Коу... Всё, призма минус, вердоса идёт вперёд. Поздно вердоса идёт вперёд, ребятки. Коу как-то лучше, значительно здесь разменивается, вам честно скажу. Но пробок... Одну пробку увёл всего, уводи больше, Коу. Чё творишь-то? Ужасная ошибка станок, Коу. Причём у него есть Даркшайн. Причём он сейчас наварпит пару Дарков. Успеет ли мид-то есть боевой, или варпе пока есть гиппит. Так, четыре Дарка успевает, Коу заварпит. У вердоса один... Один обсервер здесь есть. Два построил. Три вердос обсервера построил. Все они пытаются свалить, Коу их не видит тупо сейчас. Ну, кстати, Коу ставит третий Нексус. Нахрен он здесь его ставит, я понятия не имею. Коу гораздо быстрее вердосу убег... Так, у вердоса одна пробка. Где она? Вот она ставит Нексус, лол, просто лол. Ну, тут абсолютный размен идёт. У Коу... У вердоса есть обсервер, чтобы Дарков законтролить Коу. Это значит, что он законтролит, пробочку уводит. В принципе, здесь пилон подбревает и идёт наверх ловить, кажется, невкусатым. Здесь у нас имморталы стоят. Всё стоит почему-то. Надо Коу запилить Нексус. Вот этот отменить, запилить в другом месте. Что за бред-то вообще? Пробка ныкает сейчас. Сейчас Коу, если найдёт эту пробку, это будет ГГ. Он прям сюда шёл, но потом развернулся и пошёл в другом направлении. Чё ты делаешь, Коу? Вердос. А, вердоса есть ресурсы на ещё один Нексус, оказывается. Вот оно как. Уходит Коу. Так, сталкером Нексус Вердоса на халяву спалил. Главное сейчас не подумать, что это последний. Нексусы не наломиться на него. У Коу остались здания на Мэйни Авердоса. Вынужден как бы сейчас ходить туда-сюда, искать здание Коу. Всё нормально. Это я за Коу переживал по поводу тормозмена. Это не Коу тормозмен. Это мои эмоции. Кстати, можно с ХГ сейчас зайти сюда, с ХГ попытаться развести. Вердос отменяется. Так, Килонов что-то масс там попёрло. Проверяю, где же Нексус Коу. Найдёт ли он его, я не уверен. Здесь аж целых два обсервера есть. Коу видит, где здесь армия Вердоса находится. Не знаю, я за синим-красным не слежу вообще, поэтому это не ко мне вопрос, Аюр. Заходит Коу на ХГ, блочит Вердосу добычу или нет? Ну, часть блочит точная. Хорошие ФЛД дестабилизатора. Коу на халяву срезал сейчас. 58-61 по боевому лимиту. Где пробка единственная Коу? И неповторимая. Вот она стоит. Вердосу пробку отстрелил. Всё, Вердос без добычи, кстати говоря, здесь остаётся. Ну, ещё неплохо тут Коу шатает Вердоса. Здесь сталкерами смотрит, чтобы Вердос не пошёл на ХГ. Видит Коу сталкеров Вердоса. Без обсервера Вердос заходит. Агрессивный блинк на лоу-граунд. Нужно Нексус фокусить, нужно здание фокусить. Так, Даркина халяву шатает. Вердос фокусив, всё здесь Коу фокусит. Так, Нексус выжил. Не надо пытаться фокуснуть пилоны только. Я умоляю тебя, Коу. У тебя есть Нексус, у оппонента нету Нексуса. Всё. Здесь надо бегать и просто пытаться развести. Больше вариантов здесь нет для Коу. У него 12 сталкеров, 2 Дарка, призма. А там 16 сталкеров. Так, Вердос пытается найти Коу. С двух сторон принимает бой Коу. Сейчас съёма неаккуратно, как он бой принял. Надо сваливать нафиг отсюда. Дарк помогает биться. Дарк очень сильно помогает биться Коу. Вердос развалится, умудряется, что ли? Я ещё не понимаю. ГГ пишет Вердос. Вот это игра просто какая-то дичь. Люблю такая ПВП. Крутая игра получилась. Коу 1.1. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, кстати, в последнем замесе Вердос Хитро с двух сторон хотел зайти, и Ко очень сильно помог Дарк, и то, что он одну часть начал грамотно фокусить сталкеров, а Дарк нарезал демоз же там, но наносил очень много, потому что он очень долго не падал. Все нормально Поставить цвета, Юр, не волнуйся. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, спасибо, вот Стеновой пришел, разыгрывает премиумы, завтра я десяточку тоже, наверное, разыграю. Не знаю, правда, авиационные вопросы, буду на ходу придумывать, короче... Вот... Балт активировал премиум на ваш канал. Спасибо всем за премиум, ребят, за поддержку. Стена обу громадная, спасибо за розыгрыш. Вас же я призываю всех поддерживать, меня и мой канал. Подписывайтесь на премиумы, по реквизитам писания через плеер поддерживать. Так, бустится варп. Укол, два сталкера, у Вердоса бустится мазеркор и два сталкера. Ну и варп потом тоже бустится. Вердоса чуточку раньше мазеркор. Ага, ну и вайп! Так, чудом просто овердос. Сейчас мазеркор ушел, отвлекся на вопросы. Сейчас чатик глянул, ребятки. Кур сконтролил здесь очень даже неплохо. Вот. Ну что же. Ну что же. Вердос выходит ставить Нексус. Пошел Нексус от Вердоса. Даже я не знаю, какие пары будут лучше. Кас против Вердоса и Враток против Коу. Или наоборот, Кас против Коу, Враток против Вердоса. Все это будет очень интересно дальше. Ну, пока игра равная идет. То есть, хотя в предыдущей игре у Вердоса просто в тысячу раз было более крутой микс, но Коу реально его обманул тактически. То есть, он сделал выход, грамотно сыграл в размен и преимущество дестабилизаторов свел вообще на нет. Они даже в бою не смогли поучаствовать фактически. Ну, а есть шансы догнать Абера? Ну, шансы есть. Ну, там вы видите новая угроза, как бы, в этом розыгрыше. Поэтому поддержки потребуется дико много, как бы. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Я просто дохрена стримлю, ребята. С вас поддержка, как бы, и все. И ваше внимание. Турниров много. Скоро Home Story Cup начнется, как бы. Ну, вот. Нужно просто бодаться, как бы, и все. Вердос идет вперед. Ну, укул тоже есть иммортал. Уже обратите внимание. Да, Вердоса, лимита чуть больше. Здесь два пилона, мазеркура энергии много. Реально много. Так, адепт на мейн поперли. Да, поперли адепт на мейн. Будет Вердос заходить. Нет, кул, что ты так нервный. Так, ёй. Вердос опять дестабилизаторов уже строит. Будет либо бустить. Чи не бустить, а просто заказывать призме скорость. Я не знаю. А от кул какой-то блинг-пуш намечается. Такое ощущение. С одной стороны, такой блинг-пуш, он контрит, как бы, дестабилизаторов малых количествах. Больших уже тяжелее количествах, да, как бы, с другой хз. Что тут будет? Вот. Но очень похоже на сценарий предыдущей игре. Я здесь среди теней. Куда все смотрят, наверное? Какой-то головаед пришел, кто это, я вообще не знаю. среди теней. Внимательные, пацаны. Так, 81-85. Ну, такой билл, как играет Вердос, вот прикол в чем? Он делал двухбазовый выход в прошлой игре, и все преимущество дестабилизаторов нивелируется. Они очень сильно решают дестабилизаторы в размене, именно. Так, здесь Коус хочет заходить через ХГ. Я вижу, полетели вперед имморталы. Можно вот через вот отсюда зайти, или Коу прямо через центр хочет. Я пока не вкуриваю, что Коу вообще хочет. Он через центр заходит, это ошибка. Я аж испугался, что Коу не успеет сейчас отблинкнуться. Можно зайти сейчас на ХГ вместе с имморталом просто обойти и как бы развалить там кабину всему. Так, выдвигается сталкер вперед. Вердос сам призмой вперед летит. Если Коу пошел, он случайно мог бы сейчас призму найти просто сбить. Но Коу не вошел. Рядом друг с другом призмами пролетает. Опять идет Коу вперед. Вердос понимает, с какого направления ждать угрозы. Рос уже какие-то колодцы с тренджом. Как зарегаться смертному на хоместоре. Уже были отборочные хомстори. Ты опоздал. Теперь можно только смотреть финальную часть хомстори. Дружок. Так, иммортал на мэне. Колосс захочет. Колосс у кабину разобьют. Он доходится здесь тогда. Так, взялки от Коу. Что-то надо чем-то мазеркорб сбить. Врывается Коу. Минус дестабилизатор один. Второй там есть у Вердоса. Хорошо Коу разводит должен я вам сказать. Доварзил Коу идет. Иммортлый хорошо стебает здесь. Коу будет фокусить Колосса. Коу фокусит Иммортлого. Ну и Колосс в итоге Коу фокусит и ничего не отфокусил. Но Вердос почему-то пишет ГГ. А, у него продакшн нет. Что, Вердос прикалывается что-ли? Как можно сдаваться в такой ситуации? Сейчас ренч Колоссом. То есть ничего никакого нет преимущества по боевому лимиту. Да, ситуация не из лучших, но рано еще сдаваться было. Так, Так, браток Вердос будет сейчас. Сейчас я даже еще пересмотрю как это происходило на самом деле. Как-то странно все это произошло. Что, Коу зашатал просто. 96,83 по лимиту было. 96,83 по лимиту было Вердоса. 52,37 по боевому. Что за выходы-то такие? и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 не гони ты мне что-то тебе не залезть туда что ли прыгай 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 все ждут давай 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 ну да прыгай что-то чай прыгай на окно прыгай ну прыгай черлец дурной что ли прыгай прыгай блин чалик все дурно сегодня какой-то все-то не не прыгаешь своем демон ты блин вернулся определенно что-то не то как бы ну с таким подходом starcraft не выиграть ребята а Продолжение следует... Продолжение следует... Опять попытка номер два. Не будем Чарлика смущать. Захочет, сам идет. Короче, он не хотел на окно. Так. Чего, е-мое, тут... Зер говорит, может лучше сняться с турнира? Вот. Мэджи говорит, кто-то хотел поиграть, если я честно прошел на отборы. Я требую извинения стримеров за подозрение в том, что специально отдаю матчи. Во-первых, никто не говорит, что специально отдают матчи, вердос. Это первое. И подозрений даже в этом никаких нет. А второе, это... Я читаю такое, мне реально, как бы, ну, в порядке ли у человека с головой, как бы, вопрос встает всегда, ну, что за вред? Привет, Зерамс. Нет, это не запись, конечно. Сталки-рок поддержал ваш канал на сумму 101 рубль и сообщает... Поми, поми, помич, помидор. По-о-о-ми-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Сталки-рок, что ты пишешь? Спасибо тебе за 101. Короче, ребят. Завтра, естественно, я хэппи против Ревы буду стримить, куда я денусь. Единственное, что я пацанам предлагал запилить на гудгейме матч, как бы, в виде события, чтобы призовой пополнялся посерьезнее. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, называется, играет Вердос, блин. Обеспечена какая-то хрень. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, поехали! Ну что, будем надеяться, что Паша здесь. Кила 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 Активировал премиум на ваш канал. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Субтитры сделал DimaTorzok Если DimaTorzok Если DimaTorzok никого не провоцирует, Вердос и сам бы рад спровоцироваться. DimaTorzok на самом деле по наивности своей пишет то, что думает. Понятное дело, что Вердос просто напрягается, что DimaTorzok не шарит сипа и пытается что-то доказать. Нахер он это делает вообще? Нахер... Ну, короче, ладно. Просто это дело Вердоса, как ему выходить просто. Вот, это дело Вердоса. Как ему выходить из игры или не выходить, вопрос в другом. Вот Вердос уже много раз там, я смотрю, Вердос типа нормально ведет, как бы, все ништяк. Вердос начинает тащить. И потом опять 25, вот эта мутата, она уже вот здесь вот сидит, как бы. И выходы из игры эти, как бы, ну ладно, выходы там делаю. Вот это вот нытье, короче, вообще все. Нахер оно нужно-то вообще. В итоге Вердос не повисел на турнике. А, просто флудит сидит, короче. Досвершится правосудие. Я здесь, среди детей. Ну что, ребят, тут что-то интересное творится, смотрите-ка. Я вижу два сталкера и мазеркор вперед двигаются сейчас. Плюс еще два строится. Это абсолютный улын здесь очевидный, как бы, происходит. Только вдогонку какие-то здания нужно делать. Что это за здание будет? Старгид гид или просто старгид? Так, пришел Вердос. Вот что называется без разведки играть. Я думаю, браток урок усвоит здесь прекрасно этот, что он играл сейчас без разведки. Мазеркором не залетел вперед. Это была ошибка со стороны братка, на самом деле. Так, приходят марики. Марики начинают падать. Куда Вердос уехал с мазеркор? Я чуть не понимаю. Верчаш надо ставить. Надо реактор, надо выбивать. Да вот же пилон упал, е-мое. Очень большие проблемы у братка в этой игре, я должен сказать вам. Мазеркор. Так, фокус пилона пропал сейчас. Здесь три КСМ-ки стоят. Вердос ведь видел их прекрасно. Строится Араху. Строится второй Циклон. Вердосу строится Нексус. Так, здесь несколько подрезал Мариков. Я хз. Ситуация очень неплохая. Что, Мэджики достают? А что, с каких-то пур стряну? Комментатору нельзя выразить свое мнение, или что, я не понимаю? То есть, появляется какой-то нежный вердос, или кто-нибудь еще, и никто мнение не может выразить? Или, блин, английские комментаторы никогда не говорят, что чел там рано вышел, безвольно, или как-нибудь еще. Они вообще угорают, там, как в свое время Идра выходил, или кто-то еще. Потому что это факт, это адекватное восприятие происходящего, конечно. Если кто-то, ну, тормозит, то почему бы это не... Не то, что тормозит, а кто-то занимается вот такой фигней, почему бы это не прокомментировать как-то. Да, может, в каком-то плане это и лишнее. ЗАЗОРК активировал премиум на ваш канал. Просто все ждут игр, как бы, красивых. Ну, ладно, не суть вопроса. Тут есть две стороны, на самом деле. ЗАРК тоже драгерил, может, ливнуть там с турнира. Ну, как бы, это уж дело Вердоса, ливнуть или не ливнуть. Реально этим пушем сейчас Вердос сделал полный... Не то, что полный бред, но у него здесь был пилон. Он, во-первых, не рубил реактор. Во-вторых, у него было четыре сталкера. Заходи спокойно на мейн. Вот сюда, гони этого циклона нахер от пилона. Мариков всех убивают, ступай под уверчашь. Он все равно захват был на нем. Вердос стоит, пассивно убивает. То есть он мог больше преимущества получить, чем сейчас. Но даже в данный момент, я считаю, ситуация очень даже неплохая для Вердоса. У него есть много юнитов, достаточно. Так, браток пытается обойти. Сейчас он наварпит адептов реально масс. Ну, кстати, адептами циклонов тяжеловато забирать, я вам честно скажу. Но на самом деле можно забирать и адептами циклонов. Пошел в арп, но вот мне интересно... А, вот роба пошла. Поздняя роба какая-то, реально. Ну, блинк лучше работает против этой всей фигни, честно вам скажу, ребят. Так, заходят циклоны. Три разных пилона захватывает браток сейчас. Вердос выдвигается вперед. Адепты прямо в мариков. Они не дадут им отступить сейчас, реально. Захват по адептам бонуса не имеет, вот этот демеджер. Этот бонусный захват. Нужно ли врываться в циклонов? Кстати, если получится отрезать, то можно и отрезать, на самом деле. Так, ну одного отрезал Вердос. Призма будет. После плюс один делается блинк сейчас. Здесь что? Здесь марик и сим почти готов. Так, ну-ка. Так, летит призма Вердос что-то ходит туда-сюда Третий ниц уставит, решил Вердос Макро получается сыграть От братка двухбазовая тема Подъехала, здесь 4 адепта Которые сейчас сядут в призму Вердос полетит харасить Главное быть предельно аккуратным И не слиться как-то Браток идет вперед, Вердос видит это все Почему бы иллюзии не послать В ответочку на братка сейчас Так, залетает призма Вердос летит призму, вообще не контролит Сейчас Вердос Вот, наконец-то Начал контролить, адепт КСМ-ку сбивает Здесь несколько адептов залетают На вторую базу На мейне, кстати, депончика нету Обратите внимание Адепты на мейн заходят Ой, какие проблемы у КСМа гигантские Здесь, это просто жесть 9 КСМ их уничтожено Шторм почти готов Блинк почти готов Вердос Ну, Нексус 3, возможно, даже Хотя нет, здесь лимита дохрена Не знаю, что Вердос 3 Нексус не хочет отбить просто Ой Спустись ты, ё-моё Ой-ой-ой-ой Зажался там что-то Вердос Но здесь он шатает жестко Он сейчас соленаправленно Занялся контролем Именно дома там рабочих Ой, не дома, а дома у братка В смысле, в атаке рабочих Есть шторм уже Здесь сейчас будет 75 энергии Уже общей штурмовиков Здесь надо отменить СС-шку в очередной раз Нужно выйти, принять бой Ты отдал Нексус сейчас второй свой У тебя преимущество гигантское в лимите Но Вердос почему-то медлит сейчас просто Вот сейчас не медлит Он идет вперед, конечно Браток видит прекрасно, где находится Вердос Вердос пытается нагнать Своими адептами юнитов братка Не телепортируются Сейчас медленно, но верно заходит Адептика можно было бы забрать сейчас бы Надо со штурмом бой обязательно принимать Вердосу Так, прилетел Либератор Ну видно, что Вердос как-то играет То ли он нервничает, то ли что Я не понимаю, он делает То есть он вместо того, чтобы делать четкие шаги То он сейчас идет полгода вообще Реально, Вердос может быстрее все это Атаку делать здесь Так, сталкеров от блинки назад Есть же блинки Сталкер от Вердос назад не блинкает Короче, замес идет Штормовиков можно было бы слеть Ну, кстати, у них 60 энергии уже Нужно ли их сливать-то было Это я не уверен, что нужно было штормовиков сливать Филды хорошие от Вердоса пошли Архончик готов Архон помогает разваливать Штормовичка Вердос отвел Через 5 энергии будет шторм 60 на 108 Кажется, 1-1 у нас будет все-таки Ну, сидел-сидел Вердос И все-таки высидел Шторм вошел в молоко практически По минкам только попал Нельзя бегать вперед Иллюзиями не пользуются сейчас Вердоса Тогда это только сейчас иллюзии вперед повели Вырывается Нормальный рост 49-90 По лимиту 1-1, ребята Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... серг 7 реал активировал премиум на ваш канал спасибо всем ребят я захожу в игру что-то долго заходил всем громадное спасибо за внимание браток свердосом бьется это матч лузеров дальше будет к скову потом десайдер матч кто проиграет здесь тут вылетит из турнира к сожалению все погнали ребят просил вратка синие поставить вердос вот что вот здесь до конца гейминг был овердос втащил просто в легкую ребят так забыл добавить 101 еще было трубы короче ребят всем за внимание громадное спасибо развитие геморроя может привести к пик оп пошел пошел да 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Матч очень напряженный. Первую игру просто прилетела в прокси факта у городка. Залетела к Вирдосу на мейн. Построилась минка, пришла к рабочим. Вирдос сразу заливнул без сопротивления. После этого последовал инцидент. С Вирдосом написали, что может лучше сразу ливнуть из турнира при таком раскладе. Вирдос начал, как обычно, свое нытье. Да, реклама пошла там. Так, стеновой премиум разыгрывают. Слава, гола! Слава, гола! все звук в игре появится не волнуйтесь реклама была я звук вырубил на пару секунд все нормально оракулек летает здесь ребят что-то ищет он непонятно с двумя оракулами ордос собирается врываться паша как обычно ну хотя не инженерка в этот раз строится правда она поздняя достаточно эта инженерка сейчас будет готова туретки надо впиливать начинать туретки паш не пилит нахер инженерка это нужна вообще непонятно было мне так здесь циклон плюс марики туретки как не было так и нету братка оракулы пытаются залететь сейчас залетают на мейн адепты пришли начинают шатать а оракулы то где вообще оракулы стоят и ничего не делают что вердос хочет он лоб хочет пробивать получается лоб плохая идея пробивать в этой ситуации абсолютно плохая так здесь надо в бункер посадить пару марика по оракулы на вторую прилетают паша никак не реагирует вообще участок среагировал с эклоном захватил одного из оракул захват снялся моментально просто туретку надо ставить туретка не ставится участок туретка запилена она мы ничего туретка не нужна и нам и не нужно так здесь immortal роба бэй пошел еще гейт один браток купит на самом деле просто ну не контролят рабочих их нет 5129 уже полная печаль для паша так загружает ваш здесь оракул принимает почему один медивак то полетел ну чё творится то полетит и двумя дропнись нормально так одного оракула браток сбит второй медивак просто висит я не понимаю паша видит вообще что делает самое интересное вот это вот что вот зачем здесь я не понимаю только вот сейчас увидел и только одним медиваком полетел верду сыграет двухбазовую свою элегантную хренатень он очень любит долго высиживать особенно получив преимущество вердос любят построить жесткий такой лимит двухбаз и выйти на третью как бы позже это он часто очень делает либератора воротка два либератора строится нужно куда-то блочить лететь что-то еще один оракул живой здесь на верчаже браток разводит вердоса здесь все в пилонах кстати либератору особо и некуда залететь глеф кстати есть нет глеф нету но есть грелка колосса нужен твой лайт на самом деле сейчас вердосу я так думаю так ревелэйшн кидается братку нужно как бы а с двух баз а строить что-то анти колосс просто здесь микс какой-то сделать так здесь есть грелка одна есть грелка мазеркор где мазеркор на второй базе 3 тениксу ставят сейчас залетает медивак грелка встречает верчаж пошел на второй базе сюда пролететь браток как-то криво разгружается в это время еще один медивак летает и грелок и есть вот эти съемы пачки что-то творит что-то браток какую-то хрень тебе начинает делать просто отдает дропа на ровном месте овердоса уже пошел дестабилизатор здесь у нас викинги строятся кстати видите 2 2 старпорта у братка или как я чуть не понимаю а вот там 2 2 старпорта а прикиньте вот не был бы потерян этот лимит то есть это просто почти плюс 20 было бы био как бы лимита у братка и шансов было бы гораздо большего чем сейчас получается видит браток выход сейчас не успевает зайти либераторами сюда возвращает викингов всех домой есть очень много вердоса нужно ли ломиться сканит браток видит все прекрасно что происходит вердос что-то тут ходит бродит пытается перегруппироваться отступить отступает вердос ну 157-112 что-то братка совсем мало здесь ну нужно копиться как бы пытаться и все либератора можно сюда разложить как бы и ну что-то пытаться делать сканит браток еще раз делает обход не знаю мне кажется в третью надо было бы выходить лимит нормальный вердоса можно пересидеть на самом деле так что-то согрелся браток прям ну мягко говоря странное действие сейчас со стороны братка идут под ревелейшном идти прямо на протсу но это же мне кажется левый расклад какой-то это 2-1 в пользу вердоса ребят очевидные браток непонятные вещи для меня сейчас делает да он в начале по билду конечно криво все сделал вердос проичил гигантское преимущество но вопрос даже ну не в билде там и в чем-то а в том что браток потом далее как-то странно действовал гг вышли в браток каких-то Как-то сдается мне, что Паш сейчас переоценил вердоса преимущества в плане экономики и вообще в плане всего после вот этих всех харасов. То есть никакого супер преимущества там вообще и близко не было. Продолжение следует... Каз против Коу. Нам нужно... Продолжение следует... Коу с Касом начинаю очеркать. Вердос будет дать проигравшего. Кас, естественно, фаворит здесь. Я думаю, с Коу победит ли вопрос хороший. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мотик 700 активировал премиум на ваш канал. Продолжение следует... 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 Так, ребят, все, прошу прощения, я здесь, касс против коум начинается, ненадолго отвлекся, поехали, ребята. Так, а завтра у нас Home Story Cup уже, получается, начинается, что ли? Продолжение следует... Или не завтра? Что-то пока на Ликвипедии ничего не отмечено. Да, кстати, завтра-то Home Story у нас начинается, ребята. Вот это, да. В смысле, не завтра, а в четверг. Ну ладно, разберемся с этим моментом, во сколько он начинается-то? С утреца или, блин, вечером? Вечером, то это надолго, конечно, будет очень все. Вот я и не заметил, как подошло время начала Home Story Cup, ребята. Поехали. Коу против Касса у нас будет биться сейчас. Уже, точнее, они бьют. С минуты игра идёт. Коу идёт в разведку, не повезло, идёт нарез, где нет Касса. Найдёт только с последней попытки на этой карте. Это не очень, конечно. Ну, это на любой, не очень где, не на двух человек. Но, тем не менее, ничего не значит. А что у нас с Нексус-то будет построен, нет? С Нексусом Коу ещё застукал. Можно было секунд на 7 раньше заказать. Мелочи, скажете вы, но такие мелочи, я сказал, не очень приятные. Это Касс — Duke! Продолжение следует fine! Ух, дед. Puede тебе, 보ивает она часть. У lows... У trialted будущего метра. Благодаря отç stereo... Так, всё, да. Всё известно про Home Story. Залетает Каз. Не рискнул Коу выставлять с оверчашек. Правильно сделал. Мог бы он никуда сейчас этот оверчаш уйти. Здесь пробочка едет. Куда она едет эта пробочка? Домой он же поехал. Но там-то Рипер летает дома. Вот он, кстати, залетает на мэн сейчас. Коу, реагируй же ты. Короче, Каз спокойно Рипером уходит. Сейчас это провал. Оверчашек выставил. Оверчашек никуда. Рипер свалил спокойно. Здесь мимо друг друга пробежали. В итоге Рипер залетает Коу. Коу не очень внимателен оказывается здесь. Так, пробки начинает пилить. Коу не жмёт эскейп. Короче, что за побегухи жёсткие вообще? Вообще прикол какой-то творится. Так, адепту не поймать таким Рипера. Точнее, не поймать таким образом. Адепту телепортируют. Делаются Феникс. Старгид Каз спалил на самом деле. … … Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давай сейчас вечер прохладных историй с Соловьевым устроим на моей канале. Продолжение следует... 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 сам на что-то, то уж извиняй-ка. Ну, с минкой в игре, естественно, можно было как бы попытаться там что-то сделать еще. Но не суть вопроса. Да и Скол тоже репку может посмотреть. Короче, ребят, не будем об этом. Это уже история. Просто нужно следить за своим психологическим состоянием, что ли. Я не знаю, как это назвать так. Не знаю. Подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok Главный гудгейма Новость здесь, я увидел То, что у него день рождения, я прекрасно Узнаю, потому что в скайпе Он у меня есть Здесь у нас газец на мэне попер Он и пилил кассу газ Интересный расклад В четверг, но SGL Обычно в четверг и пятницу, а если Возобновили лайфенг, то возобновят SGL, наверное, ну значит SGL будет Без нас Так, Big Clays Что за канал? Про что ты говоришь, я не понимаю Подписываться на время Вы поддерживаете можете на гудгейме Через плеер, там не через плеер Не важно, ребят За это я вам всем благодарен Сегодня на Твиче было рекордное Количество зрителей у меня Там почти 700 человек, е-мое Потому что стримил Краслайфенко Там буржуев привалила просто Пачка конкретная Так как другого стрима не было Ну ловить ты его Ку Поймал рипера Казалось, что вот он уже ушел Но нет, рипер не ушел Так, здесь Каз пробивает Газ Каз играет в Steam ранее Здесь факта Старпорт Газ на второй напилил На Мэнни Тоже надо будет скоро пилить Ну либо на второй базе Второй Ну я думал, Каз предпочтет на Мэнни Запилить его Вот, ну и выход Медивайки идет Здесь стандартно Все абсолютно А все же строят Ку Он полетит вперед Сейчас Казу Счет ты че Да, счет забыл Запилить Ку 1-0 берет Ребят, прошу прощения Так, открывается Гейты Гейты На Мэнни Открываются Так, ребят, да Не надо меня сильно Отвлекать Потому что Я сильно отвлекаюсь От комментариев Давайте Смотреть игру Каз идет вперед На Steam Кстати, выход Опасный достаточно Блинка Тайминг Явно не успевает 50 секунд Еще до него Опа Вот это уже интересно Это уже интересно Здесь два Медивака И Мариков 15 штук Это реально много, ребят Призма хитро Летит по краешку Если Каз Палит Все это дело У него уже инженерка Есть У Ко Между прочим Нету Я вам сейчас скажу Что чего нету У него пилона Нету здесь спереди То есть Уверчаж Ему вообще Особо здесь Помочь Ничем не может Заходит Заходит Каз Ну еще Теперь Адет Минус Ну Коу контролит Понемножку Призмой Что-то встал Надо вперед Лететь Призмой Если Каз Пожадничает Сейчас И не запилит Ни одной Туретки То это будет Для него Плачевный Исход Событий Всех Коу Пытается Найти Медиваки Найти не может Каз Улетел Загружает Еще два Коу Про призму Забыл Вообще Стоит Что он делает Я не пойму Ну сейчас Палится На цицехе Пожалуйста Здесь Палится На цицехе Они не Палятся Смотрите Халяву Пролетел Просто Здесь На халяву Коу Что-то сбивает Про призму Забыл Вообще Пытается Ступить Там еще Один выход Идет Давай Варпи Дарков Коу Ну что ты Делаешь Ё-моё Коу Дарков Как не было Так и нет Будет Коу На мейн Врывается Да Врывается Коу На мейн Доварп Двух Дарков Идет Пяти Дарков Уже Доварп Идет У нас У нас Есть сканы Да У кассы Сканов Да Офига И больше Дарки Уже Не вкатят Это факт Он начинает Бараки Ломать Третий Нексус Он строит При этом Ну все Так Голосовалок Нет На Старлайн Просите Перед Игрой Чтоб Пилили Голосовалки Пацаны Желтые Юра Там Илюха Я Ну Не некогда Просто Я в первые матчи Напилил А во втором Не напилил Что-то Третий Как Один Дарк Призм Успел Сесть Кас Пытается Поймать Ку Поймать Не просто Ку Отступает Если Ку Сейчас четко Контролил А он Контролил Сталкеров Если бы он Просто Сразу Взял Призму Сюда Пролетел Варфанус Вот так Пролетел На Мейн Сюда Дарков Дропнул Одного Сюда У Каса Были бы Гигантские Проблемы Я думаю Что это Было бы Просто Критическое Для Ко Преимущество По итогу Он так Не сделал И Никакого Преимущества У него Нету Разве Что Рабочих Больше По боевому Чуть ли не Укратная У Каса Превосходство Но экономика У Ко Хорошая Нужно отметить Правда Он не золот В принципе У него на эту Базу Хватает Рабочих Золот Быстрее бы Добывало Если Ко Подержится Некоторое Время Отобьет Врывы Всех Каса То Появляется Шанс Чтобы Отбивать Хорошо Нужно Здесь Ко Об сервер Весить И здесь Контрольный Пилон Запиливать Так Уходит Сталкер Видит Ко Как Кас Подходит Либераторы Разложены Филды Кривенькие Пошли Все Био Вперед Спокойно Прошло Не Ренджак Либераторов Ко Дерется Но Кас Пилон Медленный Варп Еще Прям Под Либерка Как Желкам Не Повезло Погибнуть Еще За Того Как Они Увидели Белый Свет На Про Говноканал Да Ко Мне Тут Кто В Чат Слудил Свой Говноканал Один Один Ребята Говноканал Как раз 1-1 и голосовалка подъехала. Продолжение следует... 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 есть вводы меня против зерга, да, на главной на главной вводы все есть, так, есть роба, призма будет вообще у Коу, пока не наблюдаю никаких призм гифты открываются, вот за Каз наконец-то призма Каз залетает, две минки, успеет Коу Верча же поставить вот влетает медивак, и что, и улетает, не стал Каз рисковать правильно сделал на самом деле, зачем рисковать так ну что, призма сейчас вперед полетит, будет ли Каз готов к адаптации я не уверен, уже 5 даже будет, 5 или больше, 7 адептов здесь, надо ими всеми вперед идти, гиты открываются Каз, здесь еще один гит и фаржа, Каз залетает опять минками на мейн, Коу реагируй, Коу не реагирует никак, это катастрофа, 7 пробок как с куста, но 7 это еще не катастрофа поверьте мне, Верчаж выставляет Коу, набивает минки, видит ли Каз выход, я не уверен, Коу прилетает и прям в лоб будет, он шатат здесь, видит адептов Каз, на мейн заходить Коу, другого варианта у него нету просто сейчас, надо в мариков врываться, Коу врывается в мариков, нет, Коу не врывается в мариков, почему Коу не врывается в мариков, нужно бункер убить Коу, так, Коу пытается развести на филд, на рамку, нужно бункер пробивать филдами, конечно, у Каса не читок, у Каса еще вообще даже, ой, у Каса даже стимпака нет, обратите внимание, Коу залетает частью адептиков на мейн, адепты врываются на вторую, на мейне тоже развод пошел, Коу шатает как может, везде по всем направлениям, у Каса доделался стим наконец-таки, Коу принимает бой, здесь марики без щитов, КСМки выходят вперед, нужен варп срочный, Коу, Коу разваливается, КСМки падают, но 22-41, парабам, ребятки, вы только представьте, какая жесткая ситуация, как в пользу процесса она, Коу контроль, адепт, прием, адепт Коу что-то не контролит, мариков разваливает, так, здесь врыв мариков будет, нет, врыва мариков не наблюдается, но КСМ-к пару, Коу подшатался сейчас, пытается фугаса сбить, собьет фугасы, марики подставляются под адептов, это провал на самом деле со стороны Каса, фугасы доделались, Коу, можно загрузить адептов в призму, Коу загружает адептов в призму и собирается варпить новых сейчас, молодец, Коу шатает жестко пока, сдай тысячу гривен, 150 гривен, во-первых, их сдать у нас негде, во-вторых, какая пища, почему, ты путаешь что-то другой валюты, так, пытается Кас отогнать, Коу, адепты пытаются уйти, в призму сажай, Коу сажает 4, одного выгрузи, этого тоже можно было забрать, Коу не смог забрать, нужно лететь Касу на мейн опять, Коу, лети на мейн, конечно, скорее, дома есть адепты, Каса идет вперед, нужно призмы как можно быстрее туда попадать. Залетает Коу прямо на мейн Касу, нужен варп адепт, еще варп пошел, дома, правда, ни хрена вообще не происходит у Каса, у Коу, точнее, Каса загружается, на мейн залетает Каса, Коу, Коу не видит Каса сейчас, нужно, нужен до варп, Коу верчаж выставляет, тут он видит Каса юнитов, нужно адептами и Морталом драться, так, еще давай, пошел, пробки идут вперед, минку Коу зафокусил, сможет ли зашатать, 80-40, смотрите, Коу больше лимита, 80 на 40, 36-11, пробам, неужели Коу 2-1, я поражен, но, похоже, так и есть, ребят, Коу просто поражает в последнее время и очень радует лично меня, потому что я всегда считал Коу, который игрока, каким игроком, с которым всякие необычные билды исполняет лунтик билды, так, по крайней мере, в Ходсе было, а тут оказывается, что Коу-то просто шатает и убивает, значительно поднялся уровень игры с Ходсу у Коу, то есть он реально сейчас стабильно отыграет, здесь депорчику пытается убить, выход сталкерами-адептами идет на вторую базу, адепты крампить или портнулись, можно, так, здесь мариков пару сейчас будет уничтожено, надо заходить под ССС, Коу заходит, товар дома есть, товар по не наблюдаю, КСН-ки падают здесь в больших количествах, 9 рабочих, у Коу всего остается, сталкеры отходят, а адепты где? А адептов на мейнгруппу, у Каза, кстати, 30 ССС, самое интересное, так, DC Mortal шатает, не слабо, Мула в Коу убивает, 37, 65, 6, 36, парабам, но Каз не сдается и правильно делает, у него тут еще Мула, смотрите сколько, Коу пытается развести, там медивак что-то похарасит, делает второй армор Коу, кстати, здесь надо иллюзии посылать адептам, что-то Коу не посылает никуда, никакие иллюзии, это очень странно, прилетела новая призма, новые сталкеры появляются, мариков нужно контролить, Коу стараться убить, так, медивай, как кончается энергия, все, Коу вкуснул мариков в это время сталкерами приходят на вторую, какая напряженка, Каз до конца гейминг показывает, вот вердос, например, вот как до конца гейминг делается, уже давно можно было сгореть и выйти, а Каз бьется до конца, и Каз сейчас будет с вердосом играть, повторяется эпопея, сможет ли вердос доказать сейчас, что у Каза юниты не такие сильные, как были раньше, или все-таки у Каза они остались, сейчас-то мы это увидим, не расходитесь, пацаны, будем смотреть и болеть. Поехали! Поехали! Продолжение следует... 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 Играет музыка Сильными юнитами Это старый прикол Как-то не помню в Ходсе Вердуз проиграл кассу Или в Воле еще Это был в Ходсе И сказал, что у кассы юниты сильные Просто слишком Вот в этом прикол Так, два Оракула Феникс у Вердузса Интересно, как это два Оракула Феникс У касса есть две туретки У кассы три барака Щиты пошли, стим уже готов Выход будет первый такой сильный Очень, я бы сказал Ну что, будет выходить? Пока стоит Плюс один щиты подъезжает Понемножку Так, прилетает Овердос ССС-шику кассу спиливают Касс что-то стоит Вперед не идет Не по нему Здесь масса пилона Овердоса Блинк Сейчас выход в колоссов будет Касс идет Вперед ССС-шику заказал Заново Здесь простимпачился Оракула Отогнал Подлавливает Касс Немножко вердоса Здесь на агрессивном Блинке Идет вперед Пилона Прям пробивает Сразу Смотрите Касс решил Сагрессивничать Заходит Прямо Имортла Будет шатать Касс? Не, ничего не шатает Прямо в лоб Смотрите Вот тебе Агрессивно Блинкнулся Называется Вердос Как же Касс Сейчас просто В натуре Юниты сильные Касс Простимпачился И просто Стирает Вердоса Сейчас А все Потому что Был агрессивный Блинк Если бы его не было Касс Наверное И вперед бы не пошел Там ставили бы Сталкер Блинк на КД Был бы Назад Блинк Если под Уверчажем И все Вот это Развязочка Да? Просто Прикол 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, 1-0 каст, HFGL каст пишет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Медивака одна вронян, тогда да, 12, действительно. Так, касса идет вперед, смотрите. Просто нереальное количество мариков двигается. Обсервер летит, вердос, я не знаю, видел, не видел, точник, касс, наверное, не заметил обсервера. Марики все новое и новое ходят, а от касса какой-то спешл тактик, супер масс бараки просто. Вердоса не готов блик, у него два оверчажа есть, в принципе. Но зачем идти прямо на пилон, если можно сверху обойти за газом, например. Так, касс подводит еще мариков, вердос сталкером пытается напрягать. Касс мариками отступает на рампу на дальнюю. Стим еще не готов, надо ли кассу вперед ломиться? Думаю, что не стоит, нужно отступить. Еще вердоса блинк сейчас будет готов. Он уже вперед идет. Поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает. Помми, спасибо за стримы. Благодаря тебе даже в StarCraft решил поиграть. Сегодня смотрю, а последний матч аж 310 недель назад был. Попал в алмаз. Буду учиться заново на твоих стримах. Спасибо тебе, неизвестный. Не знаю, почему неизвестный ты. Спасибо большое, короче. Вот. 310 недель назад. Хрена сядь. Сколько вообще? Сколько в году получается? Что-то перебор, не? В году 12 месяцев. Месяц 4 недель. Что-то я не понял, как это 310 недель. Может, это 310 дней? В году 12 месяцев. В месяце 4 недели. Примерно 48 в году недель. То есть, это лет 7-то не играл, что ли? Так, стимпатч с асс. Вирдос вроде касса подловил, а все равно у касса все лучше, и лимита больше. Вот он гонит вирдоса сейчас. Не знаю, видел ли Вердос 4 барака. А, нет, конечно, он не видел 4 именно барака. Вот такой вот расклад. Спасибо за поддержку еще раз, ребят, всем. Очень приятно. Так, здесь Вердос неплохо прессует, отменяется сэху кассу. Пытается вступить, пару сталкеров, ну 3 сталкера потеряет Вердос. Там дальше блинк закэдэшится, но здесь что-то призма летит, призма сбита. Так, третья цс пошла. 127 минус 1. Колосса у Вердоса нет, с Колоссом как-то он запоздал реально. Так, здесь сталкер пришел, пытается ксм-ку пошатать. В итоге Вердос фокус потерял, пытается уйти. Ну куда он там уйдет? Касс в это время наламывается в лоб, его слишком много. Колоссов нету, сплэшевого ничего нету. Оверчажи падают, падают все. Это ГГНчик. Хотя не, Колосс вышел рано ГГНчик писать. Ну 38-50 парабам, касс продолжает давить. Ну здесь, кстати, не додавил, смотрите-ка. Минка есть, на Минку Колосс выходит. Минка убивает Вердос. 71-108, пока не сдается, Вердос правильно делает. Что сдаваться раньше времени? Глефы доделываются. Ну блин, посмотрите, какая печальная экономика вообще. 51 неделя в году? Да хоть 60. Там явно не 310 было недель. Об этом речь была. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Вердос тут касс пытается в центре погонять, но касс контр-забегание к Вердосу делается. Видите ли, он с двух сторон собирается принять. Полетела куда-то призма. Почему она отдельно от всего летит, я не понимаю. Здесь Касс заходит в ответку. 107 на 150. Вердос пытается развернуться. Варп сталкеров. Ну под юнитов просто тирана варпить стимпаченных сталкеров. Это как-то провал. Так, в 3-й Никсус Вердосу не вышел, к сожалению. Так, в 3-й Никсус Вердосу не вышел. Так, Мародерчик минус здесь. Вердос идет вперед, касс пускается с хайграунда. Колосс один всего. Филды неплохие, конечно, но колосса, блин, викинги прессуют. Он даже подраться-то нормально не успел. Это печаль полная. 80-80, 142. ГГ пишет Вердос. Касс 2-0. Вердос держался как мог в этот раз, но молодец. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, ребят, делаю стоп-старт, возвращаюсь без задержки сейчас. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok